Если выехать из станицы Северской в сторону села Львовского, можно увидеть не только поля пшеницы или подсолнечника, но и поля солнечной энергии. Совсем скоро здесь появится одна из первых в крае зелёных электростанций. Строящийся объект посетили депутаты поселения, района, а также глава станицы Северской. Для делегации провели небольшую экскурсию по объекту. Обошли, конечно, не всю территорию, ведь общая площадь станции – 108 гектаров. Всего здесь будет установлено более 130 тысяч модулей, что позволит обеспечить мощность более 44 мегаватт. А это весьма внушительный показатель. Если мы возьмём какое-нибудь действующее предприятие масштабное, то есть для его энергопотребление составляет порядка 3 мегаватт. Но здесь мы ведём речь о большом производстве. То есть на сегодняшний день это как бы существенная мощность. Строительство электростанций на возобновляемых источниках энергии может стать решением одной из глобальных проблем Кубани, связанной с дефицитом электроэнергии. Я думаю, что проблема энергодефицита актуальна для каждого из районов Краснодарского края. И строительство данных электростанций позволит эту проблему частично разрешить. А что такое дефицит энергии? Это невозможность строительства новых производств, невозможность расширения бизнеса. То есть на сегодняшний день это является якорем развития производства промышленности. В перспективе электростанция поможет не только привлечь в район новые предприятия, но и увеличить надёжность электроснабжения для простых потребителей. Появится лимит мощности, что позволит задействовать новые предприятия, новые производства. В то же время вместе с этим увеличится энергобезопасность. То есть будет иметься какой-то запас мощности и энергохозяйство. Они не будут работать на пределе. Сейчас на объекте прокладывают кабельные линии и монтируют оборудование. К слову, оборудование и сами панели российского производителя. Поскольку это объект зелёной генерации, то отходы здесь утилизируются. Это позволяет сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.